Добрый день всем. Мы готовы начать нашу предматчевую пресс-конференцию. Сегодня в ней принимает участие главный тренер сборной России Станислав Саламович Черчесов и игроков представляет Федор Кудряшов. Мы работаем сегодня с переводом. Пожалуйста, задаем вопросы, представляемся и работаем традиционно. Здравствуйте. Хорошего дня. Θέλω να σας καλωσορίσω στο пресс-конференцию. Принтон αγώνα, μαζί μας σήμερα θα είναι ο προποντής της εθνικής ομάδας της Ρωσίας, ο κ. Станислав Черчесов, και ο παίκτης, ο Κοντρισόφ. Сήμερα η συναντεύξη θα είναι με μετάφραση, οπότε θέλω να σας παρακαλέσω να το έχετε υπόψη αυτό. Сергей Астахов, РИА Новости. Станислав Саламович, во-первых, что с Фернандесом и с Бариновым, каково их состояние, насколько вероятность, что ребята не смогут завтра помочь команде, или все в порядке, мы их увидим на поле. И второй вопрос, жара сегодня, завтра, как будете бороться с этим? Ну, на первый вопрос, ну, состояние у них такое же, практически, какое было перед игрой Шотландии, там они тоже тренировались индивидуально, и мы смотрели за их состоянием, там они нам смогли помочь. Сегодня ждем, что скажет наша медицина, и от этого будем исходить. А что касается жары, ну, это футбол, это летний вид спорта, поэтому иногда бывает жарко, но сегодня, честно говоря, солнце есть, но есть чем дышать, да, Федь? Бывает так, что есть жара, а дышать и дышать нечем. Думаю, что к вечеру будет хорошая температура футбольная, поля в хорошем состоянии, поэтому я не думаю, что на это надо обращать внимание. Продолжение следует... 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 И я думаю, это уже все обсудили, но уже добавить нечего. Хорошая шутка получилась. Без перевода можно. Следующий вопрос. Вопрос Федору. После того, как Дзюба повязку передал, капитанскую, что почувствовал, вообще какие эмоции? Это большая ответственность для любого футболиста, быть капитаном. И быть капитаном сборной, даже на то отведенное небольшое время, это огромная ответственность. И я понимал, что своим примером я должен показать ребятам на поле, как и что нужно делать, как биться за честь своей страны. Самый опытный игрок у нас после Дзюба Кудряшов. Я отвечу за него. Если был Жирков на поле, думаю, что был бы Жирков. Вопрос. 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 Мы знаем, что играем за три очка. Есть задачи турнирные, которые каждая команда решает. У нас свои задачи. Надо было и перед Шотландией, и в Казахстане, и где угодно играть за три очка. Поэтому завтра не исключение. Никаких специальных слов не перед каждой игрой мы не находили. Мы просто чисто профессионально изучаем соперника и делаем акценты на те вещи, которые нам помогут сыграть правильно, грамотно, чтобы выиграть. Вот и все. Мы не пользуемся. Они об этом работали очень хорошо. Они будут вернуться к этому поводу. Они будут вернуться к этому поводу. И они будут вернуться к этому поводу. Сейчас, учитывая, что кипреты играют дома, как думаешь, насколько игра будет совершенно другой, в отличие от нижегородской? И на что стоит обратить внимание? Начну с конца. На что стоит обратить внимание, это нам подскажет тренерский штаб. И, с учетом первой игры, мы для себя сделаем выводы, чтобы эта игра, она будет такой же тяжелой, но надеюсь, что в плане результата мы выполним все поставленные перед собой задачи. Продолжение следует... Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Еще два вопроса, коллеги, на сегодня. Пожалуйста. Сейчас много разговоров, как обычно, есть разговоры о российском футболе, об его уровне. Сегодня мы видим сборную, которая побеждает в значительном количестве матчей. Логично, если кто-то говорит, что страна ей гордится. Есть в том числе «Зенит», который выигрывает Лиги чемпионов «Локомотив», но в Лиге Европы и в отборе, и по ходу крупные поражения. На ваш взгляд, какой он на самом деле уровень нашего футбола? Он все-таки растет, учитывая успехи сборной? Или есть какие-то проблемы, учитывая, как наши клубы выступают и проигрывают с крупным счетом? Это кому вопрос? Вам и Федору. Ну, Федор как раз не играет, но может со стороны сейчас посмотреть, я имею в виду этих клубов, которые в Еврокубках. Вопрос. Ну, вопрос понятен, но ответить на него можно чисто философски, потому что мы свои задачи решаем, клубы остаются, хотим или нет, в стороне. Ну, а если брать клубы, то согласитесь, что только два тура сыграно, и это тот случай, когда у кого-то больше травм, у кого-то желтые карточки, игра, как говорится, на игру не приходится, только в конце можно реально оценить, кто как сыграл. Ну, а если брать уровень нашей Лиги, то она на шестом месте, как нам представляется, это достаточно высокий, поэтому думаю, что окончательные выводы можно делать после того, как прозвучит финальный свисток в последних матчах. Поэтому я бы не стал сейчас как-то аценки выставлять, просто аценить текущую ситуацию. Так будет правильно. Спасибо. Иди, вместе с двумя турциями, очень много травматизма, очень много китриных картов. И, конечно, для того, чтобы дать аксиологию, один уровень, нужно предоставить последний сфейринг. Спасибо. 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 Я скажу так, что, как все мы знаем, футбол, он состоит из мелочей, и если тренерский штаб делает акцент на эти мелочи, то в целом идет результат. Если об этом не говорится, то тогда нет результатов. Продолжение следует... Я, естественно, помню эту игру. Мы сыграли 1-1. У нас было много моментов, которые мы не реализовали, и нам забили со стандарта Гогич, насколько я помню. Да? Продолжение следует... Так? Ну, значит, с памятью еще хорошо. Все? Да. Все, спасибо большое. До встречи завтра. Продолжение следует... Продолжение следует...